здравствуйте уважаемые ученики 4 6 классов мы продолжаем изучать повторять факультативно историю россии от начала времен до 17 столетия тема 11 нормандская теория вопрос о возникновении древнерусского государства и о происхождении династии русских князей царей рюриковичей в течение двух столетий служил камнем преткновения научных споров объективному исследованию самого начала мешала политическая окраска которую научной проблеме придавали немецкие и русские профессора академии наук еще в восемнадцатом столетии летописный рассказ о призвании варягов а также и наземное происхождение правящей династии были выдвинуты как доказательство изначальной неполноценности славян то есть что восточные славяне якобы не способны самостоятельному государственному управлению и творению государства впервые нормандская теория была сформулирована немецкими учеными байером слетцером и миллером приглашенными для работы в россии в восемнадцатом столетии с ними очень сильно спорил михаила ломоносов первые русские академии при этом авторов не смутил тот факт что и наземное происхождение имеют практически все кара европейские королевские династии без исключения то есть все европейские королевские династии имеют иноземное происхождение а сама легенда о призвании варягов находит множество аналогий и придаем в преданиях других народов вот почему горячим противником нормандской теории выступил михаил васильевич ломоносов однако опровержение выводов миллера шлецера и байера еще больше запутала дело так как привело к полному отрицанию варягского фактора в истории руси долгое время данные археологии и древних письменных источников интерпретировали с целью доказать отсутствие так называемой нормандской колонизации руси они с целью показать объем контактов русских земель со скандинавий очевидно что колонизировать такие огромные земли силами немногочисленных скандинавских дружин было практически невозможно но варяги двигаясь по рекам вглубь восточной европы и основывая в устьях рек торговые посты оказывали определенное влияние на жизнь местных славянских племен и они активно смешивались с ними удельный вес варягов был очень незначительным буквально несколько процентов даже может быть менее процента в огромном гнездовском могильнике близ смоленска среди сотен славянских курганов имеется несколько курганов скандинавского типа с трупосожжением в ладьях и украшениями в виде молотовтора то есть в могильнике под смоленском сотни славянских курганов и только несколько могил скандинавского нормандского типа находка скандинавских предметов курганов девятого десятого столетий сочетается с преобладающими славянскими изделиями то есть даже норманы пользовались по преимуществу славянскими предметами в то же время орнаментальный звериный стиль в резьбе по дереву литье вышивки является общим для северных славянских земель и для скандинавских земель то есть очень много было заимствований и пересечений культурных типов русские мечи ковались как и варязки из нескольких скрученных вместе полос железной проволоки что делало их самыми прочными в европе это так называемые булатные мечи их секрет был утерян и только совсем недавно несколько десятилетий назад заново был открыт таким образом взаимное проникновение культурных традиций славян и варягов на русских землях особенно все в древних северских славянских землях не просто очевидно оно объективно спасибо за внимание на следующем занятии в видео уроке 12 мы с вами изучим тему слово Русь и его происхождение до свидания до свидания